Перед этим, во время заочного этапа хакатона, я вместе с командой буду помогать вам реализовывать сценарий, где нужно будет применять интернет вещей, подключение различного типа устройств, и нужна будет консультация по поводу пилинговых технологий. Если кто выберет IPFS, Ethereum, Substrat или некоторые рядом с ними технологии, которые даже я сейчас не произнес, но у вас есть вопросы по ним, я постараюсь вам помочь. Название хакатона и слово устойчивость. Вообще, если честно, меня ребята из Аверсити с этим понятием познакомили несколько лет назад, когда я с Алексеем Шадрином познакомился, и мне очень сильно это запало, потому что правильно ведь до этого тоже говорили. Умные города и устойчивость, это очень важно, особенно когда мы говорим о большом плотности населения, живущего на квадратный метр. И в этот момент, я возвращаюсь еще к некоторой футуристичности, сейчас очень часто продолжают говорить слово блокчейн, но совсем забывают о том, что на этой технологии уже построили, и насколько это офигенно. Это и мировой компьютер. Все знают слово эфириум, но еще раз забывают его коннотацию, говорят умные контракты, говорят блокчейн-технологии, но забывают, что это мировой компьютер. Что такое мировой компьютер? Это представим себе обычный сервер, в котором вы включаетесь удаленно. Он может вычислять, он может сохранять эти вычисления. Так вот, всегда у вас вопрос станет с тем, что представим, что нам нужно сделать компьютер, который доступен всем во всем мире. Дальше стоит вопрос безопасности, когда вы понимаете пользоваться, начинаете каким-то публичным местом, много кто им начинает пользоваться, возникают проблемы. Второе, стоит вопрос, кто обслуживает этот сервер. Если он находится где-то в конкретном месте, начинает на долгосрочной перспективе вставать вопросы. Так вот, не забывайте, пожалуйста, с 2015 года, с 30 июля мы, человечество, изобрели первый мировой компьютер, который уже до 2019 года накапливает, работает и, в принципе, имел за все время всем известный один сбой и тон социального характера, когда была наложена заплатка. А вот это заплатка. Ну, о том, что хотел вам там рассказать. Смотрите, эфириум, мировой компьютер, запущен, как я говорил, с 30 июля 2015 года. Но те, кто сюда пришли, разработчики и люди, которые хотят потребить технологии распределенного реестра, в том числе, слышали о том, что идеи вокруг эфириума не одинокие. Мы уже сегодня, мы уже сегодня, мы уже сегодня, все равно нет, ну, оставлю вот этот последний слайд в конце. Но уже сегодня мы видим о том, что люди говорят, есть Иос, есть Тезос, есть еще из десяток, Паука Дот, Космос. Это вариации мировых компьютеров. Почему это происходит? Почему мы уже изобретаем мировой компьютер? Почему мы вводим новые? Почему нас не устраивает один тот, который есть, вроде бы он всем доступен, все им могут воспользоваться. Почему? Ну, ответ, наверное, простой. Вы все о нем, даже некоторые из вас о нем говорят, когда хает эфир. Говорят, нас не устраивает вопросная способность. Нас не устраивает скорость транзакции. Нас не устраивает еще что-то. То есть, приводит примеры того, что иногда даже и объективно о том, что недостаточно то, что дает сегодня этот мировой компьютер. Мы ищем более интересные вариации в соотношении цена за транзакцию, безопасность, которую при этой транзакции мы получаем, и соотношение, соответственно, пропускной способности. И отсюда возникает самое важное, что я хочу привязать к устойчивости. И тогда сразу же перейду к этому последнему слайду. Вот если вы посмотрите, на чем базируется пропускная способность и безопасность мировых компьютеров, которые вам сегодня предлагаются, то все это утыкается в алгоритмы консенсуса валидаторов. То есть, возможно, вы слышали слово делегейтед пост, номинейтед пост, ликвид делегейтед пост. Это все альтернативы подходу, который был в биткоине и сегодня есть в эфиреуме в виде профуворта как алгоритма достижения консенсуса в децентрализованной сети. И вот здесь я бы хотел вам предложить подумать внутрь этих алгоритмов, посмотреть, вы разрабатываете, и, пожалуйста, не думайте только о том, что, о, я зашел, увидел, что этот компьютер дает в тысячу раз больше транзакций, и дальше я не хочу даже лезть внутрь. Меня не интересует, что там внутри, а то, что, например, в одном алгоритме вам просто предлагают, как для простого сравнения, эфириум имеет пропускную способность, равную пропускную способность среднего лэктопа, ноутбука или персонального компьютера, потому что сеть децентрализована таким образом, чтобы каждый участник не мог обеспечить обработку транзакций. Иос, который очень активно позиционируется как убийца эфира, на чем было позиционирование это построено? На том, что мы выберем 21 валидатора, у которого будут супермощные компьютеры, и мы будем их контролировать. Подумайте в этот момент, каким образом стекается, а что будет, когда система, в которой 20 лет 21 выбранный участник, будут обеспечивать проходимость транзакций? Что будет, когда эмиссия токенов, которые получают валидаторы, будет попадать только тем делегатам, которые обслуживают этот эфирский компьютер? А теперь привяжем к вопросу умного города и его устойчивости. Посмотрите на город, управляемый мировым компьютером. Для меня лично эта идея, во-первых, очень нравится, что было бы интересно все-таки жить в городе, который управляется децентрализованным компьютером, чем централизованным компьютером. А второе, меня интересует, а каким образом он бы выглядел и как выглядел бы этот город с точки зрения управления через 20 лет. Одна из первых статей, которую я советовал бы почитать, это вопрос образования олигополий вокруг валидаторов, поддерживающих различные вариации proof-of-stake. Не забывайте о том, что различный подход к разделению эмиссий между валидаторами может приводить к разным результатам. Как я вам привел, в случае, если все пользователи выбирают конкретный набор, не важно 10, 15, 20 или 100 валидаторов, и эти валидаторы получают новую эмиссию, то в первый год работы у вас будет x1, у валидаторов, например, 9 десятых. Но что будет через 20 лет? Сколько вам будет принадлежать стейка, который вы делегировали им пропорционально? От этого ведь во многих алгоритмах зависит ваша пропускная способность. Ничего для вас не изменилось практически, но вы будете получать меньшую пропускную способность в мировом компьютере. Второй вопрос на долгосроке – это шум в сети. Есть алгоритмы, многие из вас о них слышали, это БФТ, это задача византийских генералов, это алгоритм консенсуса, который позволяет сохранять стабильность сети в условиях, когда 2 трети плюс 1 участник в сети согласны с решением. Этот подход интересен в этом подходе на долгосроке, интересно смотреть в такую ситуацию, что если не принимается никаких мер для борьбы с теми, кто каждый раз хотят подавать сигнал, что просто подписывают некорректные данные, вот от вредности, желания навредить. Обычный по умолчанию алгоритм, работающий на БФТ, не борется с ними. А на долгосроке, если тебе ничего не стоит шуметь в сеть, таких шумящих будет накапливаться количество. Если вы посмотрите через 20 лет, если вы запустили мировой компьютер на алгоритме, который обеспечивает стабильность работы мирового компьютера с помощью задач византийских генералов, и никак вы не наказываете пользователя за то, что он участвует в генерации консенсуса, постоянно повреждая данные, то на долгосроке у вас может накопиться большой шум. Третий очень интересный момент для меня лично, который я сейчас замечаю. Везде, где никак в эфириуме сейчас пытаются, в эфириуме пытаются решить проблемы функциональной способности, применяя систему с генерацией случайного числа для выбора, кто будет валидировать блоки. В большинстве вариантов proof-of-stake, названных до этого мной мировых компьютеров, вы увидите, что там все это сводится к какому-то слову, под названием government, управление. И я замечал уже, что появляется система, которая говорит, делегатов мы будем контролировать тем, что вы в любой момент без проблем сможете снять свой стейк от него, если вам не нравится, как он себя ведет, и передать его тому, кому вы доверяете. Я уже видел, что в таких сетях появляются дополнительные консулы, появляются еще должности. И начинает это что-то слишком сильно луковицу напоминать, что вместо того, чтобы искать фундаментальные решения проблем, люди придумывают систему управления, которая управляется еще какой-то системой, контролируется еще какой-то системой. И, к сожалению, такое все чаще и чаще происходит вокруг распределенных реестров сегодня. И последний пункт. Когда вы думаете о том, что вот интересно применить такую-то технологию мирового компьютера для задач умных городов, не забывайте о проблеме, с которой мы сегодня сталкиваемся. Так много людей говорят о децентрализации, о том, что нам так надоело, что нашими данными манипулируют. Но среди даже здесь сидящих людей, у которых есть криптовалюта, эфир или есть умный контракт, созданный в сети, сколько из вас содержат полные ноты? То есть сохраняют в себе полный бэкап всех данных и находятся постоянно в сети для того, чтобы обеспечивать рабоспособность своей сети. Сколько пользователей просто подключаются к удаленному серверу и отправляют туда свою транзакцию, чтобы он за них провел? Это вопрос гражданской ответственности и построения гражданского общества вокруг мировых компьютеров. В итоге к чему все это? Поймите вопросы, которые стоят с применением даже пилинговых технологий, о которых мы начинаем чуть ли не возводить в иконизированное состояние, что как только появляется слово децентрализованная технология или блокчейн, люди думают, что там под капотом всегда все хорошо. Но когда вы сейчас находитесь на мероприятиях, которые посвящены устойчивости развития, и вы слышали от нескольких людей, что люди интересуют вопрос 30 лет поколений, то подумайте, ту технологию, которую вы выбираете, почему она имеет такую производительность? Как будет выглядеть данная сеть через 30 лет после того, как там произойдет перераспределение стейков? На каких основных условиях эта система будет поддерживаться с точки зрения дальнейшего развития? Я здесь же, как вам для подсказки, привел примеры. На сегодняшний день у нас идет активное смещение с точки зрения мирового компьютера идеи, стороны применения proof-of-stake, в котором есть делегирование, и это делегирование строится на разных принципах. И помимо этого есть еще поиск случайных чисел. Но это очень открытые вопросы. Вместе их надо решать вместе. И вот тот список, который я привел, олигополия, шум сети, управление с разными вариантами, и то, что пользователи по факту говорят о децентрализации, но сами в ней не хотят никакого принимать решения, это только тут маленький список, который я вам сегодня привел. Поэтому, разрабатывая решение, думайте о технологическом стеке, который вы выбираете. И вот... В последнем сайте у меня была любимая фраза Норберта Винера, отец, основатель современной гибернетики. Нет, я люблю приводить пример. У него хорошая фраза была написана, что машину мы используем как эквивалент рабского труда, отделенный от социальных трений этого труда. Мы не переживаем, когда мы используем машину как рабов. Но не забывайте о вторичном факторе. Любой человек, который будет конкурировать за рабочее место с манипулятором, будет конкурировать и с условиями труда, которые предлагаются манипулятору. Поэтому устойчивость с точки зрения инновации, это немножечко поглубже и посложнее, чем иногда может показаться. Спасибо и всем успеху.